нас опять двое время три часа ночи он почти всю семью разбудил вот это сделала до конца и теперь примеряю вот так прикладываю опять не вот вот именно проволочки к стебельку и затягиваю смотрю хватает мне или нет вот если не хватает и тогда делаем еще петельку вот у меня хватает я померила мне все хватает я беру последние две бисеринки чтобы соединить вот эти две петли по крайней петельки я беру две бисеринки взяла две бисеринки развожу в разные стороны подставляю вовнутрь опять ладошкой придерживаю и сначала скручиваю верхние проволочки придерживаю и скручиваю эти две наверху скручиваю кулачок скрутила немножко опять поправила вот смотрите мне соединяется поправила и по плотненького так скручиваю только аккуратно чтобы проволочка не сломалась вот я скрутила если не хватает то вот там где длинную мы оставили можно набрать петелек сколько вам нужно это все зависит как зажали и вот я скрутила я опускаю вниз и и просто опускаю вниз между петельками и не видно будет и за ножку вот так чтобы не видно было теперь я беру вот эти она у меня входит видите вот я просто сделала шапочку шапочку теперь я возвращаю так наверх соединяю проволочки и так и обкручиваю вокруг ножки и вот так скручиваю постарайтесь это посередине сделать скрутить ножку все лишь не отщипываю вот так зажмите хорошенько главное прикрутить именно к ножке что потом уже эта шапочка уже не падала вниз теперь берем и по краю вот так берем петельки разгибаем по кругу сначала снизу и вот идем по кругу и разгибаем петельки теперь следующий ряд видимо один ряд теперь по кругу следующий ряд крутим и разгибаем следующий ряд сначала никакой вот так не ровненько идут но не очень плотно главное нам самые концы загнуть потом и все это поправим идем по кругу и разворачиваем и загибаем так же рукой я делаю как бы зажимаю вниз их чтоб они вот эти ряды все соединились так тихонечко пальчиком рукой ладошкой расправляется . гвоздичку оранжевая внутри можете 34 оставить вот просто внутри не разгибая штучки 3 вот так чтобы вот эти ряды все соединились не конечно не плоско а чтобы вот вот не не видно было что это ряды поэтому один выше другой ниже теперь можно поправить гвоздичка получилось бутон гвоздичка еще один потом осталось сделать только в маленькие листики сейчас и быстренько сделаю снова берем 4 сантиметра я специально рассчитала чтобы повторялись это для особенно для начинающих хотя можно было разного размера делать но бутон и для гвоздички я делала один размер и листики стараюсь для новичков чтобы не так сложно было вот 4 сантиметра беру сгибая пополам зажимаю и закручиваю ножку все вот это у нас будет боковые листики я три веточки делаю одинаковые вот проволочку буду брать вот где-то у меня получается 30 сантиметров но когда я буду их все три вместе складывать то где-то что-то отщипну потому что они будут у меня вместе вот и примерно вам показываю делаю одинаковые а потом собираю вместе сейчас нам измерю красную гвоздику она чуть чуть поменьше ее сделал не намного 28 сантиметров видно при сборке вот как в готовом виде примерно 28 сантиметров будет вот я также буду собирать и оранжевую сначала прикручу зеленый бутон зеленый бутон где-то 15 сантиметров проволочка это единственное которое беру коротенькую проволочку зеленого бутона и сначала беру и прикручиваю сейчас прикручу все все цветочки и бутончики свои беру просто прикручиваю по всей ножки чтобы не крутилась обязательно по всей ножке чтобы потом бутончик у нас не разворачивался для прикрутила а вот эти уже на длинные буду прикручивать вставляю туда вовнутрь не за не сильно вот так вовнутрь чтобы у меня цветочек плотно держался и прикручиваю тоже по всей ножке цветочка беру бутончик и тоже на длинную проволочку и прикручиваю я только коротенький зеленый сделала на короткой проволочке теперь закрываю флоралентой вот этот маленький бутончик примерно закрою сантиметров на 10 все надо будет я потом еще добавлю флораленту теперь все цветочки и бутончики надо закрыть флоралентой можно здесь зеленых листиков добавить уже это уже посмотрите как хотите чтобы они разные были бы если добавляете то добавляем с двух сторон сразу листик можно добавить вот я иду по кругу чтобы прикрутить вот этот листик вниз я не опускаюсь чтобы они были на одной высоте добавляю второй листик другой стороны где-то в бутонах у меня в зеленом нету листиков другие в другой веточке у меня будет чтобы они разные были и вот сантиметров 10 я закручиваю потому что потом буду прикручивать ножки не видно будет также закручиваем здесь побольше сантиметров 15 закручу флоралентой тоже листики добавлю листики хотите больше сделайте кто как кому как нравится кому больше нравится кому меньше здесь тоже можно листик добавить также с двух сторон начало один листик укрепляем по кругу не опускаясь добавляем 2 рядышком вот так можно еще сделать это тоже и от вазы зависит открытая ваза закрытая если открытая ваза прозрачная то можно и побольше листиков сделать если закрытая ваза то смысла нету много листиков делать скручиваю и то же самое дело с бутоном уже с цветком здесь можно из самого верха сделать листики где-то у меня есть где-то нету можно сразу листик добавить двойной чтобы они не совсем похожи друг на дружку были закручиваю здесь я закручу побольше потом буду еще раскрутить когда уже добавлю бутоны бутоны теперь я буду собирать я буду прикручивать флор лентой но если вы хотите можно прикрутить сначала проволокой а потом флор лентой вот я посмотрю как бутон они когда кустовые гвоздики они почти все на одном уровне что бутончики что просто вот я оставляю вот так вот такое пространство вот ножку и начинаю прикручивать смотрите у меня какая ножка это чтобы плотному у меня все держалось сначала я кручу на одном месте и добавляю к соединению листики зеленые листики с одной стороны и с другой стороны когда добавляю листики я кручу на одном месте теперь я закрепляю листик фонтик опять сопит не может он в комнате спать у него столько места столько лежанок так иду вниз здесь можно еще листики добавить с одной стороны и с другой два листика иду вниз пух так и добавляю бутон тоже где-то вот так на уровне они как раз вот так и растут веточки почти все наверху одинаково но чуть-чуть я пониже сделаю вот это же добавлю листик соединение сначала по кругу бутончик и добавляю два листика так и второй нет неудобно совсем неудобно я вам показала сейчас прикручу ножки вот такие три веточки у меня и в красных и в оранжевых сейчас это кручу я решила не буду скручивать вот у меня красная скрученная в одну веточку вот красный вариант а эти пусть у меня будут вот так хотите скручиваете сейчас покажу как просто берем беру складываю бутонок примерно должен быть где-то на одной высоте и вот сначала проволочкой скручиваю вот тут проволочка потом все вместе но я вам покажу что если это вазочку чтобы удобнее красивее композицию составить то можно и не скручивать оставить их вот три веточки вот таких три веточки гвоздики оставить и не скручивать вместе вот таких веточек можете делать конечно сколько хотите разного цвета это мои любимые цветы кустовые гвоздики самые любимые цветы и не это не из бисера вообще по жизни я люблю кустовые гвоздики обожаю кустовые гвоздики и всех цветов радуги и белые и розовые и фиолетовые можете даже не скручивать их вместе и тогда удобнее будет в вазочке составить композицию вот такой букет из бисера гвоздичек у меня получился надеюсь что очень подробно и вам все это было понятно надеюсь что у вас получится повторить как бы это не сложно деталек может побольше но смотрите какая красота получается фунтик проснулся такие кустовые гвоздики от людмилы я вам всем дарю дарю вот такую красоту фунтик тебе тоже надо да какая красота какая красота берите все цвета фиолетовые розовые можно цветные вазочку сделать не обязательно два цвета можно по одной веточке белые розовые красные тут уже все цвета радуги можете сделать белые вот такие гвоздики ну если вам понравились мои гвоздики ставьте лайки пишите комментарии до свидания о